Вот, собственно, та трехслойность, которая требует высокой ответственности их исполнителей, которую я бы не рекомендовал к применению на наших просторах. То есть вот такое прижимание теплоизоляции через гибкие связи и потом поджим облицовочной кладкой, он формально разрешен, но на практике, как правило, здесь возникает достаточно большое количество щелей, которые при определенных условиях приводят к тому, что роль теплоизоляции сводится к нулю. То есть она вся переходит в раздел за вентилируемой воздушной прослойкой. Ну, еще к вопросу о трехслойных стенах. Два левых кадра показывают нам там, да все эти три кадра показывают красоту замысла, что вот мы думаем, у нас будет внутренний слой какой-то прочный, потом у нас будет слой теплоизоляции, грамотные гибкие связи, красивая облицовочная кладка, все будет работать как по схеме, расчетное сопротивление теплопередач ближе к 5 квадратным метрам градусов Ат. Вот, правильные гибкие связи с тарельчатыми прижимными устройствами. А на выходе видим, что либо отсутствие теплоизоляции, большой воздушный зазор, вместо правильных гибких связей, сетка обычная черная, которая гниет лет за 15 в таком зазоре, видим плохо прижатую минплиту, видим, ну это правда с высотного здания, но общая ситуация понятна. То есть вот ведут работы, облицовывают минплитой, ставят кирпичную облицовку, а потом все куда-то падает, потому что гибкие связи забыли расставить в нужном порядке, потому что возможности проконтролировать их расстановку после того, как облицовка возведена, никакой нет. То есть это не просто скрытый вид работы, это еще и непроверяемый вид работы без демонтажа облицовочной кладки. А такие работы можно выполнять, да, только при ежедневном контроле в сплошной фотофиксации, либо вычеркивать из практики. Сплошная фотофиксация в принципе возможна, можно и веб-камеры вешать на стройке, соответственно, одна бригада работает, а другая бригада сидит, наблюдает у мониторов, но требует слишком больших... Ну да, вот появилась реплика, что облицовка, что трехслойные стены со средним слоем из теплоизоляционного материала запрещены при бюджетном строительстве Московской области. Соответственно, такой же запрет есть при строительстве на бюджетные деньги в Татарстане. Однако он не универсален, то есть это именно запрещена приемка на баланс госструктуры, и строительство при бюджетном финансировании, а частный застройщик, строительство для обычных покупателей силами коммерческих этих девелоперов, оно вполне себе разрешено. Поэтому, да, поэтому, несмотря на отсутствие формального запрета на применение в стройке таких конструкций, вот я объясняю причины, по которым следует эти конструкции считать непригодными при строительстве для себя любимого.